Приветствую, друзья! Апдейт сегодня короткий, потому что, по сути, мы продолжаем толкаться здесь в боковике в районе 7200. Пару моментов хотел отметить, которые вчера забыл упомянуть. Вот этот вот памп, который случился от 6400 и там до 7700, был, по сути, в два этапа. Вот эта сильная свеча дневная, да, и еще одна дневная свеча после коррекции вот этого роста. Так вот, смотрите, в чем разница, да? Сначала у нас был рост от 6400 до 7400 на 1000 долларов, и потом пошла коррекция. Она в минимальной точке, в самой нижней, составляла 38,2% по FIBA. И вот тут вот мы проконсолидировались, нижней пошли, пустили вторую свечу. Вторая свеча уже была чуть ли не в два раза короче, и после нее, ну тут, правда, максимум был еще после этого уже на выбивание, так сказать, тех, кто ожидает движения вниз, уже сразу встает в шорт. И после этого вот эта свеча, она скорректировалась практически на 100% вот этой вот красной свечой. То есть все вот это движение было поглощено коррекцией. Обычно, когда это происходит, если вот это вот не совсем уж историческое дно, то цена имеет тенденцию идти еще ниже. Поэтому, несмотря на то, что я все-таки ожидал какого-то движения вверх локального, чтобы выбить шортистов, которые встают вот на этом движении вниз, после этого я все-таки ожидаю, скорее всего, перебития минимума на 7100, возможно, ухода ниже 7000 долларов. Хотя, конечно, рынок сейчас очень и очень низколиквидный, выходные, там впереди Новый год, но возможно, как раз на таком низколиквидном периоде люди и будут вне позиции, так сказать, уходить от торговли, и их стопы как раз и будут закрывать таким образом, двигая рынок быстро в том или ином направлении. Хочу отметить вот такую штуку. Сейчас уже достаточно давно, но на дневном таймфрейме цена движется в таком узком коридоре. Немного он расширился за счет вот этих движений вниз-вверх, но тем не менее, весьма-весьма узок он по-прежнему остается. Посмотрите, до этого, скажем, вот здесь был узкий коридор, очень быстро мы из него вышли. Вот здесь был он чуть подольше, тоже мы из него вышли. Здесь он длится уже, ну, в полтора раза, по крайней мере, дольше, чем в прошлый раз. И вот этот вот индикатор показывает разницу между верхней и нижней полосами Болинджера. Видите, уже достаточно давно мы вблизи нуля толчемся. Так что, думаю, осталось ждать нам движения недолго. Вряд ли оно будет там где-нибудь в середине, в конце января. Скорее всего, до этого мы что-нибудь да увидим, какой-нибудь прогресс в этом отношении. Ну и еще один момент хотел отметить, такой более глобальный. Я тут заметил, что если выделить вот такие вот зоны по 850 долларов, практически тютелька в тютельку, ну, можно, конечно, тут варьировать верхние и нижние границы, но тем не менее. Изначально мы долго копились с границей у 9500 перед ее пробитием, потом пробили значительно ее вниз. Здесь какое-то время копились, после ложного пробития ушли наверх. Вот здесь копились, видите, все эти отрезки прямо по 850 баксов. Вверх ушли на половину движения от того, что у нас было здесь, но не считая там вот этих вот теней от свечей, хотя тоже, видите, она прям коснулась вот этой вот зоны верхней границы, которая была вот в этом прямоугольнике. После того, как половина этого движения коррекция прошла, мы опустились еще на два этапа, на два уровня вниз. И сейчас здесь формируем вот такую зону накопления. В общем, если будет все двигаться таким же образом, то, опять же, можно ожидать какой-то коррекции наверх, которую я, кстати, и предполагал. Но вот случилось максимум 7700. Тем не менее, сейчас быки примут все-таки за дело, вытеснят некие стопы шартистов на таком достаточно серьезном диапазоне. Вот в этом падении почти не было объема, то есть все сконцентрировано здесь. Уйдем сюда, здесь начнем корректироваться, и потом снова сможем свалиться вниз. То есть вот такой вот зигзагообразный поход до дна, он вполне себе вероятен. Здесь у нас проходит 200-недельное скользящее среднее, примерно на 5500 долларов. То есть если мы оттолкнемся от этого уровня и пойдем наверх, ну или, по крайней мере, будем здесь копиться, это уже будет неплохо. Так что посмотрим, как все это будет развиваться. Ну а если пробьем ниже, ну тогда вплоть до нового минимума, до 3000 вполне можем увидеть. Ну и напоследок хочу вот что вам показать. Сейчас очень многие YouTube-каналы, которые имеют своей тематикой криптовалюты, биткоин, они получили уведомления от YouTube о том, что их контент каким-то образом нарушает условия пользования этим самым YouTube. И они получили предупреждение. Кто-то уже более того получил не только предупреждение, но и так называемый страйк. Те, кто получает страйк, он не может выкладывать видео в течение недели, потом второй страйк еще больше, и после там трех страйков, по-моему, вообще канал закрывается на неопределенное время. И видите, среди вот таких вот этих вот каналов очень много действительно крупных ютуберов. Там вон Ivan OnTech, BoxMining, Alessio Rastani, Sunny Decree. В общем, что происходит, никто не знает, но в любом случае, если, друзья, в какой-то момент я перестану выкладывать видео, значит, меня постигла та же самая участь. Так что не удивляйтесь. Есть Twitter. В описании к любому видео вы можете найти ссылки на этот самый Twitter или на Telegram. Там будут делать апдейты. Возможно, перейдем на какую-нибудь децентрализованную платформу, вроде Stimit или DTube. Ну, а может быть, все это и пройдет мимо и успокоится само собой. Вот так, такие дела. На этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Пока.